Дагестан. В числе регионов, где резко выросли темпы заболеваемости коронавирусом. Администрация Махачкалы и органы правопорядка ежедневно проводят большую работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, под ограничения попали банкетные залы столицы и другие места массового скопления людей. В данный момент хозяева ресторана утверждают, что ведется ресторанная деятельность. Каждый имеет свой счет. Будет рассчитываться. В любом случае, мы сюда зашли. Проверчивость документации и законность их деятельности мы будем проверять. Я надеюсь, мы не будем. Давайте проверим. Свадьбы полностью остановлены. Составлены акты для взыскания штрафов с владельцев банкетных залов. Под ограничения также попали рестораны и клубы, нарушающие предписание Роспотребнадзора Республики. За работу после 23 часов досуговым заведением грозит от крупного штрафа до полного закрытия коммерческого объекта. Какие меры будут приниматься? Это вот сейчас мы сегодня пришли. Наверное, они думают, что мы сегодня пришли, закончили. Нет, конечно. Будет и завтра, и послезавтра. Это мероприятие будет проводиться каждый день. И призываем всех организаций, всех владельцев, организаций общественного питания, чтобы соблюдать установленный режим. До 23 часов им дано право, при этом тоже соблюдая установленный режим, чтобы не проводили там массовые мероприятия, соблюдением и дистанции, и количества людей. Также в Махачкале проводятся рейды по пресечению нарушений обязательного масочного режима в пассажирском транспорте. Правоохранительные органы ежедневно составляют протоколы на транспортные компании, допустившие до поездки пассажиров без масок. Вот объясняем людям, что необходимо носить маски. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают. Кто не понимает, им объясняем. Если вообще не понимают, высаживаем пассажиров, наводителя на предприятие, которое переводит пассажиров без маски, составляя административный протокол, штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Первый раз 100 тысяч, а потом последний раз 200-300 тысяч рублей. Администрация города обращается с просьбой к жителям и гостям соблюдать все меры предосторожности, использовать индивидуальные средства защиты и средства гигиены. За последние сутки в республике скончались два человека от ковида, более 38 тысяч человек заболевших. Действия местных властей направлены именно на то, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин